Пример задачи, когда вот эти вот самые понятия группы сработают, потому что то, что я говорил до этого момента, ну это явно была какая-то такая, вот знаете, ну определение, 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 когда же мы работать начнем. Задача, представьте себе, что у нас имеется прямоугольная таблица, например, размером 3 на, сейчас посмотрим сколько получится, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Таблица размером 3 на 6. Каждую ее клетку можно покрасить в один из N цветов. Ну хотите для начала, можете взять N равно 2, или N равно 3. Скажите, пожалуйста, если эта пластинка прибита к носке, вот просто жестко на носке зафиксирована и ее нельзя поворачивать, скажите, пожалуйста, в таком случае сколько существует способов покрасить эти клетки? Вот представьте себе, когда вы даете новую табличку, вам платят. Вот вы работаете на заводе, который делает таблички размером 3 на 6. Да? 6 в ширину, 3 в высоту. Каждая клеточка должна быть покрашена... N18 степени. Н18 степени. Вы абсолютно правы? Легко. Легко. Кто же вырежет? Каждая клеточка... Я здесь не знаю, что N прямо на клеточку. Каждая клеточка может быть раскрашена в один из N цветов. Разве нет? Мы от нормы. Да. Причем абсолютно независимо друг от друга. А в комбинаторе есть правила умножения. Если здесь можно сделать N с толстым и здесь N, то всего N квадрат. N нужно N. Еще N, еще N. Н18. Действительно, ответ N плюс 17 степени. А теперь я задаю вам такой вопрос. Если мне удалось табличку повернуть, а переворачивать нельзя, если мне удалось табличку повернуть и при этом она совпала с той, что у меня уже была, то я считаю, что вы меня обманули и рубль вам не платят. Не буду платить за таблички, которые можно получить поворот. Скажите, пожалуйста, а в таком случае сколько будет табличек? Что-что? Я сказал, переворачивать пока нельзя. Пока можно только поворачивать. А давайте-ка мы ее сначала. Я не говорю, что она трудная, кстати, а трудная будет потом. А сейчас сначала задача сложная. Благодаря его словам. Здесь прямоугольная табличка размером 3 на 6. Ее можно поворачивать. Представьте, она такая симметричная, да? А переворачивать нельзя. То есть считается, что у нее обратная сторона какая-нибудь такая особая. Ну, типа пакетная доска, да, вы знаете. Пакетная доска с одной стороны ее клещем, ее к полку приделывать. А с другой стороны... Да, да, да. Вот. Сколько ты хочешь? Н девятая степень. Да? А Н девятая степень получается? Все. Множить. Массово. Ребята, все. Вот это и есть. Н девятая. Это и есть математика. Услышите, вот что было? Вы говорили абсолютно свысока. Да это же легко, да это же мы... А зачем это вообще делать? И в некоторый момент чуть-чуть пришло. Задачи, которые очевидные, отошли буквально чуть-чуть. И вы вдруг обнаруживаете. А мы это не можем. А мы не знаем. А мы вообще вам ответ не скажем. Или если скажем, то неправильно. Ребята, об этом и есть. Это и есть наука. Наука – это то, как научиться получать правильные ответы, не обладая гениальной интуицией. Не все из вас такие же абсолютные гении, как какой-нибудь Гаусс, или тот же Галуай. Не могут все люди быть абсолютными гениями. Да и им для решения задач требовалась какая-то, что называется, дисциплина. Я настаиваю. Мы сейчас все молчим и придумываем правильный ответ. В математике то, чем мы сейчас занимаемся, называется теорема Пернсайда. Алгебраист, который понял, как все такие задачи решают. Таких задач на самое огромное количество. Есть какая-нибудь система, у нее есть какая-то симметрия, или несколько симметрий. И когда совпадает, мы считаем, что это одно и то же. Сколько способов? Оказывается, есть некоторый способ, и он получается именно из теории группы. Как решать вот эту вот задачу? А вы же говорите, что учите? Есть пластинка размером 3х6. Если вы ее красите, то каждый из клеточек имейте право красить любой из нас цветов. Хотите все в одинаково лучше? Хотите еще в одинаково? Да. Но при этом, если вы ее повернули на 180 градусов, и цвета перешли, совпали это, да? Получилось то же самое. То, что у вас уже было, то в таком случае считается, что это старая автоматичка. Сколько автоматичек? Ребят, дальше будет хуже. Дело в том, что не все объекты обладают именно симметрией. Центральные симметрии бывают более сложные.